Сегодня у нас в гостях врач отоларинголог Винновской районной клинической больницы Владимир Васильевич Архипов. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Максим. Ну, лето традиционное время кондиционеров, сквозняков, открытых окон в мучающихся автомобилях. Чем чреваты, наверное, именно кондиционеры, потому что они сейчас работают бесперебойно у всех. Ну, что могу сказать, Максим, по поводу кондиционеров? По-моему, преимущество их очевидно. То есть, ну, во-первых, они создают оптимальный температурный режим в помещении, что способствует уменьшению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и, собственно говоря, от этого стабилизации давления. То есть, склонность к гипертонии гораздо выше тогда, когда в помещении жарко. Второе, то есть, в данный момент кондиционеры, которые сейчас используются, как правило, они воздух очищают от мелкой пыли. Но, это основное. Но при использовании кондиционеров есть также и несколько подводных камней, о которых я хочу с вами поделиться. То есть, ну, что, во-первых, на что нужно обращать внимание? То есть, при использовании кондиционеров в помещении, вот, нужно смотреть, чтобы те же самые кондиционеры, на струя направленного воздуха была не сильно сильной. То есть, использовать турборежим при наличии людей в помещении нежелательно. И, соответственно, направлять струю именно на присутствующих людей. То есть, в идеале получается, что тогда, когда в помещении отсутствуют люди, можно включать, все это дело кондиционировать, доводить до нужной температуры, и затем отключать кондиционер и после этого уже входить в помещение. То есть, это оптимальный вариант. Вторым камнем подводным в данном случае является что? Ну, те же самые кондиционеры при работе в помещении, они используют воздух, тот, который находится в самом помещении, не забирая его с улицы. Но воздух охлаждается, охлаждается. Но охлажденный воздух, это не есть свежий воздух. Почему? Потому что, допустим, в свежем воздухе присутствуют так называемые легкие аэроионы, которые больше всего находятся в Сосновом Бару, где-то у водоема. Ну, в городе их намного меньше. В закрытом помещении их практически нет совсем. Поэтому и свежий воздух, и охлажденный воздух – это две разные вещи. Вот. Поэтому тогда, когда мы используем работающий кондиционер, это не значит, что воздух будет свежим. То есть, это всегда нужно учитывать. Поэтому режим проветривания в помещении не отменяется. Оптимальная температура в помещении примерно 22-25 градусов. Сейчас в помещении температуру стараются сделать как можно ниже. Но и это абсолютно неправильно, потому что резкий перепад температуры как раз ведет к простудным заболеваниям. Вот. Если на улице минус… вернее, плюс 35, или там, допустим, плюс 30, то перепад температуры между улицей и помещением должен составлять от 5 до 10 градусов, но не больше. То есть, входя, скажем так, с улицы разгоряченным человек, попадая в комнату с работающим кондиционером, на 17 шанс заболеть у него вырастает многократно за счет резкого переохлаждения. Скажите, если люди почувствовали какие-то недомогания, то есть обязательно ли обращаться к врачу, или в принципе ряд симптомов может быть таким, что не стоит сразу бежать к медикам, у которых сейчас, как мы знаем, и так, в общем, забот хватает? Все хронические заболевания могут при работающем кондиционере обостряться. Вот. Ну, для начала нужно посмотреть, что же это в себе ведет. То есть, может быть, проявление, как начинающегося гайморита, фронтита, вот, хроническое, обострение хронического фаренгита, но это не значит, что вот именно прямо тут же вы заболели. То есть, это не факт. То есть, нужно посмотреть, ну, применить хотя бы какие-то, ну, можно масляные какие-то спреи в нос, вот, чтобы как-то немножко смягчить слизистую носа. Можно, допустим, те же полоскания противовоспалительные для горла. Если в течение нескольких дней это не помогает, значит, я думаю, что стоит обратиться к врачу, чтобы тот решил, что же у вас на данный момент. Ну, тут хочу вот именно провести аналогию между, говорится, автомобилем и кондиционером. То есть, в каком отношении? Я говорю, все мы любим кататься на автомобиле, и нам это очень нравится, но, тем не менее, тот же автомобиль является средством повышенной опасности. И для того, чтобы, говорится, на нем ездить, нужно, первое, соблюдать правила, то есть, те же самые кондиционеры используют правильно температурный режим, использовать, так сказать, расстояние до него, не направлять именно на человека струю. Вот. А второе, чтобы уфти был в хорошем техническом состоянии. То есть, его нужно обязательно периодически чистить. Тогда не будет накопления никаких бактерий, и, скажем, его использование будет, ну, благоприятно для организма. Ну, надеюсь, наши зрители прислушаются к вашим советам. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-отоларинголог Видновской районной клинической больницы Владимир Васильевич Архипов. К другим новостям.